Детский спектакль в театре «Кукол» – это не просто развлечение, это всегда урок. Урок добра, урок человечности, веселый и легкий, но оттого не менее серьезный и важный рассказ о самом главном – о ценностях. С хорошим концом, с веселым, и волк не будет злой, и поросят, все останутся живы, как говорят, во время съемок никто не пострадает, и в финале сюжет завершится, как в добрых сказках русских, с положительной моралью, что «Поросята, не будьте свиньями». Если каждый детский спектакль – это своеобразный урок для юных зрителей, то трио «Поросят» – урок музыки. Знакомая каждому сказка, тем не менее, обретает совершенно новый смысл и новое звучание. Валерий Николаевич захотел сделать его музыкальным, чтобы они все эти поросяты наши запели, и поэтому так вот немножко у нас поменялось. Наши поросяты, они музыкальный урок у нас называется, но они такие молодцы, они никто раньше не играл никогда на музыкальных инструментах. Здесь они все играют на разных инструментах, поют, для них это просто такой прорыв тоже интересный. Режиссер Валерий Шацкий уже работал над этим материалом и мог наблюдать, как со временем трансформируется и сказка, и дети. Когда история о том, как трудолюбивый брат спас двух лентяев от гибели, только появилась на свет, мир был совсем другим. Сегодня условия жизни меняются, и авторы спектакля адаптировали сказку под эпоху. Сказка английская, и первоначально у меня была задумка сделать это все на волынках. Наш художник Лариса Микина-Прободяк, она предложила идею, которая у меня уже давно сидела в голове, от того, что я увидел, подсмотрел у своей внучки, как она играла своим собственным маленьким рюкзачком. Стоит отметить, что после годового перерыва в постановке детских спектаклей в этом сезоне маленьких театралов и их родителей ждет целый набор новинок. Помимо трио «Поросят», премьера которого состоится 29 октября, на сцене появятся четыре близнеца, дневник Блюмки и, конечно, волшебная новогодняя история. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».